Год спустя в Пентагоне объяснили, зачем россияне начали использовать автомобильные шины для защиты своих стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160. Этот необычный подход, впервые замеченный на аэродроме Оленья, распространился даже на авиабазу Украинка, расположенную в 6 тысячах километрах от Украины. В сентябре 2023 года в России впервые начали обматывать стратегические самолеты шинами, что вскоре стало трендом и для тактической авиации, включая фронтовые бомбардировщики Су-34. Однако практика массово не закрепилась за тактическими самолетами, хотя в стратегической авиации она сохраняется до сих пор. По спутниковым снимкам можно увидеть, что на авиабазах Энгельс и Оленья в августе 2024 года шинами до сих пор защищены Ту-95МС и Ту-160. Даже изображения самолетов покрывают шинами, что вызывает множество споров о том, насколько эффективен такой примитивный метод создания ложных целей. Есть мнение, что россияне пытаются таким образом запутать системы машинного зрения, препятствуя нейросетям в распознавании самолетов. Шины действительно могут затруднить распознавание для некоторых моделей нейросетей. Для достижения этого эффекта даже изображения самолетов на стоянках прикрываются шинами, чтобы создать однообразие и затруднить идентификацию. Основная проблема заключается в изменении тепловых сигнатур целей. Крылатые ракеты, такие как Штормшедов или Скальп ЕГЭ, используют тепловизионные головки самонаведения, которые сравнивают изображение с эталонной моделью. Однако шины вряд ли могут изменить тепловизионную сигнатуру так, чтобы обмануть высокоточные системы наведения. В противном случае, подобные ракеты легко вводились бы в заблуждение маскировочными сетками или стеклом. Если речь идет о машинном зрении, то это касается обучения нейросетей. И если они не обучены распознавать подобные изображения, то действительно могут пропустить цель. Однако, при должном обучении они быстро научились распознавать даже защищенные шинами самолеты. Тем более, что украинские дроны уже показали способность обходить такие меры защиты. Например, на авиабазе Оленья был уничтожен Ту-22М3, несмотря на то, что все подобные самолеты на базе были прикрыты шинами. Возможно, шины используются для снижения разрушительных последствий ударов дронов. Резина может уменьшить разлет осколков и снизить воздействие взрывной волны. Однако это малоэффективно против кумулятивных или зажигательных боеприпасов, которые могут быть использованы для ударов по защищенным таким образом самолетам. Стоит также отметить, что установка шин на самолеты увеличивает время на их предполетную подготовку. В России нередко внедряют алогичные и спорные решения, которые приобретают широкий размах, доходя до абсурда, как, например, бронирование автомобилей древесиной или культ полевых кухонь, именуемых мангалами. Однако, если защита самолетов на аэродромах Энгельс и Оленья, которые находятся в зоне поражения, понятно, то остается загадкой, почему аналогичные меры применяются на авиабазе Украинка, находящейся в 6000 километрах от Украины. Возможно, Россия пытается защитить свои самолеты не только от украинских дронов, но и от возможных ударов крылатыми ракетами «Томагавк». Субтитры подогнал «Симон»!